Президент поручил лидерам первой пятерки списка «Единой России» заняться их профильными вопросами – партии. То есть Лаврову, например, поручены международные отношения, а Шойгу – строительство сибирских городов. Ну вот, а Денису Проценко, другу моему, выделена медицина и ее реформа. Но в «Единой России», не в России. То есть реформировать медицину предложено партии, а не государству. С одной стороны, выстраивается патовая ситуация. Вот есть партия власти, ей предложено реформировать саму власть. А как? Кто теперь главнее? Третий номер в списке партии-победителя или, например, министр здравоохранения. С другой – «Единой России» предлагается роль инноватора, такой базы для реформ, какого-то института будущего. Так, наверное, сказали бы настоящие пропагандисты. Я ведь настоящий пропагандист. Но какого будущего? Где оно будущее? Когда оно должно наступить? Люди требуют перемен прямо сейчас. Они прямо сейчас голосовали-то за «Единую Россию», что верили – перемены придут сразу после выборов. А им «Ну вы подождите, мы сейчас подумаем, посовещаемся, обмозгуем, запустим 13 новых национальных программ». Я очень хорошо знаю, как тяжело все поменять, как тяжело уволить, отказаться, довериться другому человеку. Но здравоохранение не может больше ждать. Люди всей страной стонут от нехватки лекарств, от неорганизованности, от отсутствия целей и задач, от отсутствия чуткости, от отсутствия нежности. Людям нужен был Проценко, потому что ему хочешь поплакаться в халат, довериться ему, найти его телефон и попытаться решить проблемы своего умирающего деда. Владимир Владимирович, я знаю, что от моего слова и от моей просьбы ничего не зависит, но мало ли, дайте России Проценко. Позвольте нам всем увидеть эти перемены при жизни. Вдруг получится.